...после обязательного танка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 а Максим Шабалин Максим Шабалин Алексей Горшков и хореограф Сергей Петухов, которые в прошлом являлись тренерами Альбена Денкова и Максима Ставицкого, ведут пары своим только им понятным путем. И поэтому пары действительно со своим лицом, что очень-очень важно в танцах на льду, они сразу выделяются, сразу выделяется постановкой, сразу выделяются оригинальной музыкой, каким-то не совсем стандартным подходом, не совсем кандовым, как говорится. Хотя, конечно, тоже должны быть в рамках тех правил, которые предписаны сейчас Международным Союзом конькобежцев. Очень красивые и, безусловно, еще раз повторюсь, очень талантливые игры. Вы отметили очень важную вещь, что действительно это пара, которую ни с кем нельзя спутать со своим собственным подходом, со своим собственным лицом. И я думаю, что это действительно будущее нашего российского фигурного катания. Ну что ж, и сейчас, конечно, те же их оценки по сравнению с оценками литовцев. Тоже очень-очень интересно. Итак, выставлены оценки. Безусловно, Оксана и Максим сейчас занимают место вслед за литовцами, но не выступали еще и главные конкуренты, это в первую очередь итальянцы. Общая сумма оценок наших ребят 86 сотых. 86. 86. Ровно. Ровно. И, значит, они уступают больше девяти баллов литовскому дуэту. КОНЕЦ. ПОИМАЦ. Продолжение следует...